В Беларуси на 5% повысились все виды трудовых пенсий. Прибавку ощутят получатели выплат по возрасту по случаю потери кормильца в связи с инвалидностью и за выслугу лет. Это 2 миллиона 300 тысяч человек. Неработающему пенсионеру в среднем заплатят 705 рублей. Итоговая сумма зависит от продолжительности стажа и величины заработка. Дополнительную надбавку получат ветераны Великой Отечественной, почетные доноры и те, кому больше 75. В экономике страны продолжается восстановительный рост. Положительная динамика обеспечена в первую очередь за счет продукции машиностроения, пищевой и легкой промышленности, электрооборудования и микросхем. Устойчиво работает и сельское хозяйство – 103%. Республика смогла справиться с санкционным давлением и найти новые рынки сбыта. За два месяца объемы продаж в Россию увеличились в полтора раза. В Китае – в 2,5. В стране в девятый раз с начала года снизились цены на автомобильное топливо. 92-й обойдется в 2 рубля 27 копеек. 95-й и дизель – в 2,37. 98-й – в 2,59. Последнее подорожание было в конце июня, еще в 2022-м. Затем долгое время стоимость оставалась неизменной. 6 марта 2023-го ситуация изменилась. В республике в течение полутора лет определят специальную площадку для хранения радиоактивных отходов от БелАЭС. Сейчас в качестве вариантов рассматриваются окрестности возле Белорусской атомной станции и Полесский заповедник, что неподалеку от границы с Украиной. Уже разработана нормативно-правовая база к будущему объекту. Сам он должен быть построен к 2032-му. Из-за высокой вероятности возникновения пожаров без малого в 50 районах страны введены ограничения на посещение лесов. Они действуют по всей Брестской и Минской области, частично в Гродненской и Гомельской. Разрешены прогулки, сбор грибов и ягод. А вот ездить, разжигать огонь и проводить массовые мероприятия категорически запрещено. За нарушение грозит штраф.